Привет, я Фёдор Дубский и сегодня я снимаю для вас распаковку. Я уверен, вы видели тысячи распаковок, когда люди заказывают что-то с различных сайтов и обозревают, и рассказывают, что им пришло. Но сегодня у нас особенная распаковка, потому что я заказал пижаму Кигуруми с сайта Твоя яркая одежда. Поехали! Для распаковки нам понадобится наша посылка. Где моя посылка? Охренел, что ли? Ты уволен. Вот моя посылка. Где ножницы? Только нормально, да? Так, надо открыть. Кстати, посылку отправляли Белпочтой, и на мой взгляд, Белпочта это самая крутая структура в Беларуси. Да, может быть, я единственный человек в Беларуси, который так считает, но реально подумайте. Белпочта это структура, у которой в каждом, даже удаленном уголке страны есть свое отделение, в которое она доставляет посылку в течение двух, максимум трех дней. Сравните с Почтой России. Почта России даже Московская область из Москвы не может доставить за две недели. А тут в любое место за три дня. Блин, я реально в восторге, потому что я отравлял очень много посылок, и они всегда доходят вовремя. Отслеживание работает идеально. Ты всегда знаешь, где посылка находится. Вы можете закидать меня гневными комментариями и сказать, что о чем ты говоришь, Белпочта это просто самое, что есть плохое в Беларуси. Нифига. Я считаю, это очень крутая структура. И да, там бывает плохой сервис, потому что там работают такие же люди, как мы с вами. У них есть свои проблемы, семейные какие-то моменты. Приходит к Белпочту в каждое отделение всегда очень много людей. Все разные, и все постоянно выражают свои эмоции, негатив, все инстуруют свои проблемы. И считаю, что сотрудник Белпочты именно должен их решить. Поэтому они зачастую бывают такие злыми. Но если отбросить этот момент, если отбросить тот факт, что на Белпочте бывает там иногда не очень хороший сервис, иногда там какая-нибудь бабулька там что-нибудь вам скажет, булькнет на ту тему, что типа, ааа, там, что вы тут себе придумали. То в остальном это очень крутая структура, и я в восторге. Есть куча разных пакетов услуг там. Можете отправить посылку, и получатель заберет ее на почтовом отделении. Можете отправить посылку, и почтовый курьер доставит прямо по адресу. Мне так доставляли один раз, и это реально удобно. Почтальон сначала звонит тебе, потом приходит и вручает. Ты просто расписываешься, и если она с наложенным платежом, ты просто оплачиваешь наличными прямо у себя дома. Блин, это реально круто, реально удобно. И главное, все быстро. И огромная благодарность всем тем сотрудникам Белпочты, которые героически изо дня в день ходят на эту работу. Сколько я видел на Белпочте сотрудников, которые терпят постоянно негатив различных людей. И это реально трудно. И я говорю им спасибо. Спасибо за то, что вы такие терпеливые и крутые. Так что, ребята, поставьте реально лайки сотрудников Белпочты, если вы так же считаете, как и я, что они героически ходят на свою работу. И, кстати, ребята, смотрите этот выпуск внимательно, потому что позже я расскажу про наш новый конкурс, в котором мы оденем всю вашу семью в кигуруме. Ну, разве что не ваших домашних питомцев. Так, ну, а теперь давайте посмотрим, что же там нам прислали в нашей посылке. О, это крутые патчи единороги, которые клеятся на одежду. Их надо прикладывать на ткань, джинсовую или хлопку, ни в коем случае не на синтетическую, и проглаживать утюгом. Блин, они такие классные и милые. Их можно на руках приклеить, допустим, в свои джинсовые куртки, или на какую-нибудь майку плотную, хлопковую, или на свитшот, допустим, или на поло-рубашку. Мне кажется, очень круто будет смотреться на груди здесь, на рукаве. Блин, это круто. Спасибо. Уход за вашей одеждой. Памятка по уходу за вашей одеждой. Как ухаживать за любимой одеждой, чтобы она прослужила больше времени. Реально полезная штука. Здесь есть советы по стирке, описание тканей различных и символы. Символы по уходу за одеждой. Я никогда не знал этих символов, так что спасибо. Это очень полезная штука. Так, что там еще? Еще подарок. О, это какашка-девочка с бантиком. Блин, прикольно. А еще? Еще какашка-мальчик, черт возьми. Хочешь кому угодно подаришь еще. Блин, ну кому не понравится такой подарок. Какашка-мальчик, какашка-девочка. Круто. Сколько же там подарков еще будет? Так, еще здесь есть стикер-пак. Стикер-пак Adventure Times. Типа склеиваешь стикеры, клеишь их на телефон, себе на ноутбук, куда угодно. Прикольно. Так. Еще есть вот такой брелок-смайлик. Я думаю, его можно будет удобно повесить на ключи или куда-то еще. Типа прям вот так вот раз, вытаскиваешь за него, и у тебя ключи никогда не потеряются. А еще его можно повесить в машине к своему бате или мать, или маме. Когда он будет глохнут в перекрестках и материться, это его будет немножко успокаивать. Так. Блин, сколько же там подарков? Офигеть, офигеть. Так, ну а где же наша пижама? А вот наша пижама. И это радужный единорог. Радужный единорог. Блин, какой он крутой. У него такой яркий, насыщенный цвет. И он такой мягкий, пушистый. Прям очень пушистый, такой пушистый. Прям вообще обалдеть. Он из мягкого, пушистого материала, который называется Вилсофт. Он имеет такую сетчатую структуру. И в нем явно будет очень удобно летом, потому что он хорошо. И он продувается. Внутри он тоже вот такой мягкий, пушистый. К телу будет очень приятный. Под капюшоном у него есть такие вот картонные вставки под глазами. Это лекалы для того, чтобы шить различные декоративные вставки, типа глаз. После первой стирки эти картонки все они отвалятся и уйдут. Так что их не останется. Так, смотрим дальше, что у нас здесь. Это пижама размера L. Народ 170-180 сантиметров. У нее здесь есть ряд пуговиц. Причем ниже пояса. Я думаю, это тоже очень удобно. Все оригинальные пижамы к игруми идут на пуговицах. Так придумали японцы. Если вы когда-нибудь видели пижаму к игруми на молнии, то, скорее всего, этот человек сам пошел в ателье и отдал свою пижаму, чтобы ему вшили ее туда. Наверное, ему так удобнее. А так, пуговицы, мне кажется, это круто и удобно. Раз, одел, надел. Надел, одел, ушел. На рукавах здесь есть такие вот манжеты на резинках. Я думаю, это тоже очень удобно для того, чтобы можно было засучить рукава, зафиксировать. На штанинах есть такие же, для того, чтобы можно было потянуть, допустим, штанинах сделать и как бриджи, как капри. Одно из главных преимуществ пижамы к игруми, из такого материала, из пушистого флиса, это вот эта молния. Молния сзади, чтобы ходить в туалет. То есть, вам не нужно снимать пижаму, чтобы делать свои естественные надобности. Это реально удобно, и я знаю, что такие молнии есть на горнолыжных костюмах, на туристических костюмах, то есть, на той одежде, которую не нужно снимать. И это правильно, потому что пижама к игруми является повседневной одеждой. И именно для этого здесь есть эта молния. У пижамы есть также очень яркий хвост, очень яркая грива, и вообще цвета у нее охренительно насыщенные. Я даже по-другому не могу это сказать. Они охренительно насыщенные. Ну, только посмотрите. Прямо радуга-радуга. Вообще, единороги сейчас в тренде. Они есть во всех сферах, которые я знаю. Единороги есть в кино и мультиках. Единороги есть в школьной атрибутике. Я уверен, что есть даже какие-нибудь кроссовочки с маленькими рожками спереди торчащими. Сто процентов это есть. Я даже видел единорога в коллекции Лего. Такая шапочка в виде единорога на этого маленького желтого человечка. Это было просто мило. Я недавно видел и офигел. Сейчас уже будет тепло на улице и можно будет пойти в такой пижаме гулять. Вообще, эту пижаму можно носить и дома, и еще где-то. У нас есть видео про модные луки в кигуруме. Посмотрите обязательно. Там мы рассказываем о том, как и где правильно носить такие пижамы кигуруме. В общем, обладатель этой пижамы сто процентов будет всегда при поднятом настроении. Потому что она такая яркая, она такая классная, она такая веселая. Супер. Кстати, ее может носить не только девушка, но и парень. Потому что единороги для парней, в принципе, вполне подходят. Вот у меня даже есть такой единорог на свитшоте. Потому что я люблю яркую одежду. Твою яркую одежду. А теперь конкурс. Вам нужно снять обзор или распаковку на любой товар из магазина «Твоя яркая одежда», который у вас есть давно или недавно у вас появился, или появится только в будущем, и выложить на своей страничке ВКонтакте с хэштегом «Семья в кигуруме». Мы выберем 10 лучших работ и разыграем 10 призовых мест, в которых 9 станут победителями классного приза от нашего магазина. А первое место получит приз, и мы оденем всю его семью в кигуруме. Участвуйте в нашем конкурсе, это очень круто. Круто? Круто. Если вам понравился наш выпуск или не понравился, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и напишите в комментарии, какой обзор сделать нам в следующий раз. А сейчас пока. Хорошей недели. А вы пижаму вообще клали? Субтитры подогнал «Симон»!